Несмотря на то, что учебный год начался месяц назад, в Чебоксарах есть школа, в стенах которой до сих пор ни разу не прозвенел звонок. Это 14-я кадетская школа. Причина – масштабный ремонт. Почему его не удалось выполнить летом, где сейчас учатся ребята, и когда они все-таки вернутся в родные кабинеты, выясняла наша съемочная группа. В 14-ю кадетскую школу к 8 часам приходят только рабочие. Классы здесь пустуют. На время капитального ремонта всех ребят выселили из здания. Проводить здесь уроки небезопасно. На занятия учащиеся начального звена со своими педагогами ходят в 4-й лицей. Средние и старшие классы приютил филиал Московского гуманитарно-экономического института. Все в шаговой доступности от самой кадетской школы. Детям, родителям и педагогам неудобства придется еще потерпеть. Зато когда они вернутся в родную школу, ее не узнают, обещают строители. Здание изменится и снаружи, и внутри. Большую часть работ подрядчик уже выполнил. Кровлю мы уже практически завершили. Окна 90% у нас. Значит, фасад, утепление фасада и установка несущих профилей на 70% завершена работа. Туалеты тоже процентов на 70%. А еще здесь обновится спортивный зал. Наполовину его уже сделали. Ремонт масштабный, поэтому строители работают в две смены и по выходным. И не их вина, что к учебному году не успели. Обновлять школу они начали после 1 сентября. Строго по контракту, который выиграли по конкурсу. А вот сам конкурс затянулся. Проигравшие фирмы без конца подавали жалобы на процедуру его проведения в антимонопольную службу. Так и лето прошло. Сейчас за ходом работ тщательно следит директор школы. Она уверяет, с момента постройки, с 1965 года, такого комплексного ремонта здесь не было. И выделенные из республиканского и местного бюджетов 17 миллионов рублей помогут не только обновить само здание, но и повысить престиж учебного заведения. Фасад, это окна, это лицо школы. Было время, когда мы и стеснялись гостей сюда пригласить. Теперь все будет совсем по-другому. Мы ждем регионы Российской Федерации, дружим, переписываемся с кадетами из других городов. Поэтому я думаю, что капитальный ремонт даст свои плоды. Очень рассчитываем на то, что вторую четверть этой 100% мы начнем заниматься в этом здании. И тогда все 700 кадетов смогут оценить комфортные условия обучения в обновленной школе. Валентина Алексеева, Леонид Петров, Михаил Солин, Вести Чебоксары.